Смерть для человека может наступить в любое время. Мир всем друзьям, пришел вопрос от подписчицы. Зовут ее Наталья Когдак. Она задала очень важный вопрос. Что будет с душой после смерти? И существует ли вообще реинкарнация, то есть переселение души в другое тело или же возврат обратно в этот мир после смерти? Всевышний говорит, каждая душа вкусит смерть, но только в день воскресенья вы получите плату сполна. Кто будет удален от огня и введен в рай, тот обретет успех, а земная жизнь всего лишь наслаждение и обольщение. Давайте рассмотрим два варианта смерти – верующего и неверующего. Если человек, который, к примеру, был верующим, то есть он верил в единого Бога, он не предавал ему с товарищей и ответил на призыв посланника своего времени, если такой человек расстается с этим миром и готовится перейти в мир вечный, к нему в момент смерти спускаются с небес ангелы со светлыми лицами, сиящими подобно солнцу. Один из них приносит с собой прекрасные одеяния из рая, а другой – райские благовония. Оба они садятся возле умирающего так, чтобы он мог их видеть. Люди, которые в этот момент находятся рядом с покойным, они, конечно же, не видят этих ангелов, но умирающие их прекрасно видят. Потом к нему приходит третий ангел. Это ангел смерти, мир ему. Он садится у изголовья верующего и, успокаивая его, говорит ему «О душа благая, выходи к прощению Господа и довольству его». Человек в этот момент понимает, что он обретет счастье, и ему нечего бояться. И поэтому душа верующего выходит из тела легко и нежно, как капелька, которая вытекает из бутылочки. Ангелы сразу же оборачивают ее в принесенные райские одеяния и умощают ее благовониями. И душа после этого начинает источать приятный аромат. Сразу же ангелы вместе с душой человека улетают за пределы нашего мира и поднимаются к нашему Создателю. Когда душу верующего приводят к Господу Богу, Господь говорит «Запишите моего раба в Иллиюн». Его записывают в Иллиюн. А потом Господь говорит «Верните его на землю. Поистине я обещал им, что из нее сотворю их, в нее верну их, и из нее же потом выведу вновь». И тогда его душу возвращают обратно на землю в тело. Затем человек, находясь в могиле, слышит шаги своих близких, которые уходят от него. Затем к нему приходят два ангела. Они усаживают его и спрашивают «Кто твой Господь?» Если человек, скажем, был верующим, то он твердо отвечает «Мой Господь Аллах», то есть Единый Бог. Затем они спрашивают его «Какова твоя религия?» Если он ответил посланнику своего времени, а им в наше время является пророк Мухаммед Мирин, то человек твердо говорит «Моя религия – Ислам». Затем они спрашивают его «А что за человек был послан к вам?» Имея в виду пророка, верующий отвечает «Это посланник Господа Бога, мир ему и благословение». И тогда раздается голос в небесах. «Правду сказал мой раб. Расстелите для него ложе из рая, облачите его в райские наряды и откройте для него ворота в рай». Вот тогда к верующему приходит блаженство и благоухание рая. Могила его становится просторной и расширяется настолько, насколько только может увидеть его взор. И приходит к покойному человек с прекрасным лицом, в красивой одежде, от которого исходит очень приятный запах, и говорит ему «Я сообщу тебе нечто, что осчастливит тебя. Возрадуйся благосклонности Господа Бога и райским садам с вечными прелестями. Этот день был обещан тебе». Правоверный спросит «Твое лицо несет добро, кто же ты?» И тот ответит «Я – твои благие деяния». То есть его благие дела материализуются в человека. Клянусь Господом, я всегда видел, что ты спешишь быть покорным Богу и избегаешь его ослушания. И вот Господь воздал тебе добром. Затем для верующего открываются ворота в рай и врата в ад. Ему говорят «Этот ад был бы твоей обителью, если бы ты ослушался Господа, но Господь заменил тебе его раем. Когда же он увидит то, что есть в раю, то он скажет «Господь мой, ускорь наступление часа, а то из судного дня, чтобы я смог вернуться к моей семье и вновь обрести свое богатство». На что ему ответят «Будь спокоен». Вот такая прекрасная участь, друзья мои, ждет тех, кто стремился обрести довольство Господа и ответил на призыв его посланников. А вот теперь история с неверующими. Она не такая приятная. В Коране написано так. «Если бы ты видел, как ангелы умерщвляют неверующих, они бьют их по лицу и по спинам со словами «Вкусите мучение от обжигающего огня». Когда такой человек, неверующий то есть, расстается с жизнью, к нему спускаются с неба ангелы, уже с черными лицами, и приносит с собой зловонные одеяния из ада. Затем к нему подходит ангел смерти и усаживается у его головы и говорит ему «О скверная душа, выходи навстречу гневу и негодованию твоего Господа». В этот миг душа неверующего понимает, какие ужасы и несчастья его ждут. Она расползается по всему телу и не хочет выходить. Но ангел смерти вырывает ее, разрывая при этом сосуды и нервы, подобно тому, как орудие, на котором очень много зубцов, вырывает из мокрой шерсти. Затем ангелы надевают на него эту ужасную одежду из ада и берут эту скверную душу на небеса. Душа неверующего начинает извергать самые скверные зловония. Когда они добираются до первого неба и просят открыть ворота, они не открываются для него. Тогда великий и всемогущий Господь говорит «Впишите весть о нем в Сиджин». Затем Господь говорит «Верните его на землю. Поистине я обещал им, что из нее сотворю их, в нее верну их, и из нее же потом выведу вновь». Ангелы швыряют эту душу неверного на землю так, что она прямо попадает в его тело, в могиле. Затем человек, находясь в могиле, слышит шаги, которые уходят от него. Это его близкие товарищи, покидают его. Затем к нему также приходят два ангела. Они усаживают его и спрашивают «Кто твой Господь?» В ответ неверующий что-то бормочет и не может дать ответа. Затем они спрашивают «Какова твоя религия?» Неверующий отвечает то же самое. «Что ты знаешь о человеке, который был послан к вам, имея в виду пророка?» Но неверующий не может назвать его имени. И тогда ангелы говорят «Это Мухаммед». Неверующий продолжает что-то бормотать. «Я не знаю, я слышал, что люди говорили так». «Ты не знал. Ты не последовал за ним». Тогда голос небес говорит. «Он лжет. Расстелите для него огненные ложа и откройте для него ворота в ад». Далее к неверующему подступает адский жар и огненный ветер. Его могила сужается настолько, что его ребра переплетают друг с другом и он испытывает все ужасы могилы. Затем перед ним предстает мужчина с отвратительным лицом, в омерзительной одежде, от которого исходит самый отвратительный запах. И он говорит ему «Я сообщу тебе нечто, что огорчит тебя. Этот день был обещан тебе». Неверующий говорит ему «От твоего лица исходит зло. Кто ты такой?» А тот отвечает ему «Я? Твои скверные деяния». Клянусь Господом, я всегда видел, как ты торопишься не быть покорным, как ты торопишься ослушаться своего Господа. И вот Господь тебе воздал злом. Этому человеку покажут рай и скажут, что это было бы твоим местом вечности, если бы ты уверовал. А затем закроют эти ворота, и больше они для него никогда не откроются. Для неверующего начнется ужас. Его голову будут разбивать огромным железным молотом, и каждый раз эта голова будет восстанавливаться обратно. Его могила наполнится огнем, тело будет сжато, и ему покажут его место в аду, которое он займет после Судного дня. Увидев весь этот ужас, он будет кричать, «Господи, не позволяй Судному дню настать!» Он будет умолять о пощаде, но его молитвы не будут приняты. Уважаемая Наталья, можно верить в любые версии, которые придумали люди, начиная от реинкарнации, заканчивая вообще полным исчезновением? Пожалуйста. Но я знаю лишь одно. Господь, который создал нас, обещал нам совсем другое. Второго шанса у человека не будет. Наш шанс, он здесь и сейчас. Кто ухватился за веру, тот обрел успех. Мир вам! И увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok